Здравствуйте, с вами Самит Алиев. Несколько дней назад к одному из постов азербайджанской армии подошел армянин и попросил о помощи. Он сказал, что голоден, простужен и хочет курить. Пришел он с территории, которая находится под временным контролем российских миротворцев. Еще раз, человек голоден, простужен и без курева. Погода на дворе не очень, на пустой желудок ходить не дело, а без сигарет так вообще никуда. И наши все сделали правильно, чем могли, тем и помогли. Ни без хлеба не оставили, ни без сигарет. Потому что недостойно человека, мужчины и мусульманина отказать в помощи тому, кто просит у тебя хлеба. И уж давайте на чистоту, человек живет в нашей общей стране, в Азербайджане. По имеющимся у нас данным, он не был замешан в военных преступлениях. Это простой житель Карабахского региона и зовут его Тарос Газарян. Разумеется, так называемая СНБ остатков сепаратистов на этой теме оттопталась. В духе азербайджанцев отрицали, что он у них. Тарос болен, он заблудился, Газарян никогда бы не пошел к ненавистным азербайджанцам, если был бы психически здоров. В общем, пластинка старая, заезженная. Давят на жалость, размазывают слезы, надеются на сочувствие покровителей. Ну да ладно, у этих прапорщиков в ворованных погонах полковников работа такая, ну и искренность соответствующая. Но мне на самом деле было бы интересно узнать, что думают об этом простые армяне. Простые армяне Карабаха, заложники шайки варданянов и арутюнянов. Непроплаченные тролли. И я хотел бы обратиться именно к ним. С теми, кто приходит к нам с добрыми намерениями, у нас всегда найдется и место за столом, и хлеб, и работа, да и сигаретами поделимся. Потому что деваться нам друг от друга некуда. Мы живем в одной стране и на одной земле. А что касается сепаратистов и их главарей, ну, что тут скажешь, за меня уже все сказано. И сказано гораздо лучше. Знаете, у Нодара Думбадзе есть замечательная вещь «Я вижу солнце». Это сильная и очень добрая книга о Грузии в период Великой Отечественной войны. Я чуть притяну аллегорию за уши, но вы поймете, о чем я. Там есть щемящий эпизод, когда главный герой сидит в ожидании обеда, а его тетка хлопочет по хозяйству. Время, прямо скажем, не сытое, каждый кусок на счету, но конец войны уже близок и это их радует. И вот к ним приходит пленный немецкий солдат и просит поесть. Тетя Кит Иван отдает ему все. И хлеб, и сыр, и вино. И даже заставляет племянника поделиться с немцем табаком. А сами они остаются голодными, потому что отдали последнюю. Племянник зол, молод, да и пустой желудок не очень способствует веселью. Но вот тетя Кит Иван женщина мудрая. И она говорит ему, раз мы дожили до того дня, когда немец пришел к нам и попросил кусок хлеба, значит войне конец. Неужели ты этого не понимаешь? Знаете, я тоже очень-очень хочу на это надеяться. Честно. С вами был Саммит Алиев, Калибр Разм.